Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ватман, и с обновлением преступной организации Rockstar сломали одну из машин, которая до декабря 2022 года будет имбовать на заданиях против ботов. Кто-то уже понял, о чём идёт речь, для кого-то это будет открытие. Присаживайтесь поводобнее, мы начинаем! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Fassmilleru. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей любых современных консолей. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В общем, ссылка в описании. Помните, с обновлением тюнеры обычный Карин Куруми, которая без брони, добавили несколько раскрасок? Из-за них был сломан хитбокс окон этого автомобиля. Проще говоря, обычная Курума стала абсолютно пуленепробиваемой и защищала лучше, чем Курума с бронёй. Эта лафа продолжалась полгода, и с зимним обновлением контракт Куруми починили хитбокс, и она стала обычной гражданской машиной. И вот спустя ещё полгода Rockstar повторяет свою ошибку и делает то же самое с классическим спорткаром Benefactor Stirling GT. Это одна из шести машин, которые завезли новые модификации, в частности капоты, спойлера и раскраски. И из-за раскрасок она повторила судьбу обычной Курумы. Теперь её хитбоксы сломаны и абсолютно не пропускают через себя пули. Причём изнутри стрелять можно. И даже если вы оторвёте одну из дверей, то всё равно останетесь защищены, поскольку непробиваема не сама дверь и не сами окна, а невидимая текстурка. Правда, при этом машина не защищена от взрывов, и также быстро ломается, если стрелять по ней, поэтому не забудьте установить на неё броню. Продается данный автомобиль на сайте Legendary Motorsport за 975 тысяч долларов. Конечно, обычная Курума за 95 тысяч как-то привлекала больше. Данный автомобиль уже разыгрывался на подиуме казино, кто не смотрел то видео, ссылочка в верхней части экрана. Если вкратце, то у машины не выдающиеся технические характеристики, и на таблицах всех треков она где-то посередине среди классических спорткаров. Поэтому против многих спорткаров и суперкаров напрямую у неё шансов нет. Но это не касается стирлинга, который можно загнать к Хао на приставках нового поколения. Там тачка не только с бронированными стёклами, но и самая быстрая машина в игре, которая разгоняется до 170 миль в час. Абсолютный рекорд. Но это только в мастерской Хао. На ПК и старых консолях она едет с обычной скоростью около 120 миль в час. Если поставить скользкие шины в автомастерской, то также едет 120 миль в час. Это незабагованный Динка Джестер Классик, который может разогнаться довольно быстро. А вообще, что касается пригодности этой машины к дрифту, то дрифтит она неплохо. Но нужно кое-что соблюсти. Во-первых, установить улучшение двигателя СУД-2 вместо СУД-4. И, во-вторых, поднять подвеску до стоковой. Тогда она будет более послушной в управлении и ловить её будет проще. А вообще, я тут взял у Малины ареновский Эни ЗР-380. Он из-за короткой базы и центра тяжести, приближённого к середине автомобиля, входит в повороты гораздо лучше. Ну и нельзя не упомянуть звук работы двигателя этого автомобиля. Таких в игре мало, так что слушать его приятно. В общем, исправить хитбокс и стирлинга обычными патчами не получится, поэтому починят этот баг только с зимним обновлением. Поэтому у нас есть примерно 4 месяца, чтобы насладиться непробиваемой Курумой 3.0. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока.